В это может быть достаточно сложно поверить, однако советские каски во время Второй мировой войны считались среди солдат вермахта одним из лучших трофеев. Уже в середине войны доходило до того, что некоторые военнослужащие рейха просто выбрасывали свои собственные каски и вместо них использовали присвоенные с тел погибших красноармейцев. Подлинно мотивы такого поведения были раскрыты уже после войны, несмотря на то, что решение немецких солдат забирать советские каски достаточно очевидно. Немцы были одной из тех стран перед началом Второй мировой войны, которая не стала изобретать велосипед и просто вооружила своих бойцов шлемами, которые были созданы еще во время Первой мировой войны. Впоследствии появился более совершенный шлем, однако в целом каски М-35 и М-40 для солдат вермахта не слишком-то отличались. Куда важнее то, что к началу войны стальные шлемы немецких солдат были весьма качественным и надежным изделием, обеспечивающим неплохой уровень защиты от пуль, рикошета и осколков. Грянула Великая Отечественная война и постепенно дело шло к 1943 году. К тому моменту планы гитлеровской ставки по стремительному разгрому советских войск и оперативному уничтожению экономики страны пошли прахом. Война вошла в стадию затянувшейся кампании, которой больше всего боялись немецкие генералы. Еще до начала вторжения немцам было очевидно, что Советский Союз выиграет войну, если сможет пережить первый сокрушительный удар. Собственно, это и случилось. К чему все это было сказано в контексте касок? Да все к тому же, что у Германии просто стали истощаться запасы стратегических ресурсов. Военное производство требовало огромной массы металла. В отличие от Советского Союза, у которого были просто колоссальные запасы ресурсов, Германии многие вещи приходилось закупать. В условиях растущего дефицита сырья приходилось на чем-то экономить. Одной из первых таких вещей и стали немецкие каски. Качество касок упало стремительно, что сразу же заметили солдаты на фронте. Никто не хотел умирать, а потому при возможности, как в индивидуальном порядке, так и в порядке действующих трофейных команд, немцы старались собирать и использовать советские стальные шлемы, качество которых не только не падало, но даже росло. Единственное, что страшно досаждало немцам в советских касках, это меньший уровень комфорта и больший вес. У неподготовленного человека отношение такого шлема очень быстро уставала шея.